В одном из отдаленных уголков мира началось строительство туннеля через гору. Команда строителей, состоящая из инженера Сергея, геолога Анны, и нескольких рабочих работала не покладая рук, чтобы пробить путь через скалистую породу. Все шло по плану, пока однажды они не наткнулись на странную металлическую поверхность глубоко под землей. Сергей приказал остановить бурение и начать раскопки вручную. Через несколько часов напряженной работы. Перед ними открылся вход в огромную подземную камеру. Когда они вошли внутрь, их глазам предстала невероятная картина. Стены камеры были покрыты странными символами, а в центре находился объект, напоминающий космический корабль. Символы на стенах были необычайно сложными и загадочными. Они представляли собой комбинацию геометрических фигур, спиралей и линий, переплетающихся в сложные узоры. Некоторые символы напоминали древние письмена, но с элементами, которые явно не принадлежали ни одной известной земной культуре. Анна, геолог команды, заметила, что символы светились мягким голубым светом, когда к ним приближались. Это свечение усиливалось при прикосновении, создавая ощущение, что символы реагируют на присутствие людей. Несмотря на все усилия, никто из команды не смог расшифровать эти знаки, и они остались одной из самой большой загадкой этой встречи по сей день. Так как они успели и сделали несколько зарисовок и фотоснимков этих символов и пытались перевести. Внезапно из темноты. Появились существа с большими глазами и светящейся кожей. Они не выглядели враждебно, но их присутствие. Вызвало у строителей смешанные чувства страха и любопытства. Анна. Попыталась установить контакт с инопланетянами, но те не реагировали на ее попытки. Вдруг одно из существ совершило внезапный жест двумя руками, и внезапно один из других существ сделал резкое движение двумя руками в сторону людей, и всех людей какой-то бешенной силой откинуло на несколько метров назад, и в камере началась паника. Неожиданно возникшая паника в комнате вызвана неизвестными существами, что привело к непредвиденному инциденту. В суматохе несколько рабочих получили травмы, а один из них, Петр, был серьезно ранен. Инопланетяне, видимо, испугавшись, быстро вернулись к своему кораблю. Через несколько минут корабль взлетел и исчез в небе, оставив строителей в шоке и растерянности. Сергей и Анна немедленно вызвали спасательную команду, чтобы помочь раненым. Петра доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Команда строителей была потрясена произошедшим, но они понимали, что стали частью невероятной истории, которую они никогда не забудут. Туннель был завершен, но теперь он хранил в себе тайну, известную лишь немногим. Строители продолжали свою работу, но каждый раз, проходя мимо той самой камеры, они вспоминали о встрече с инопланетянами и о том, как близко они были к установлению контакта с другой цивилизацией. Вот и все. Помните, что вы всегда можете посмотреть другие фильмы на нашем канале YouTube, а также стать спонсором новых видео. До новых видео! Всем хорошего настроения!